Если ты думаешь, что это просто очки от солнца, то ты ошибаешься. Это новая модель музыкальных очков Bose Frames Tenor. Да, по сути это солнцезащитные очки с прикольным дизайном и линзами с поляризационным покрытием. Производитель заявляет 99% защиты. Стекла стойкие к царапинам, а еще они съемные и при большом желании их можно заменить на фирменные стекла Bose других цветов, синие или серые на выбор. Еще одна особенность Frames Tenor – здесь Face ID работает не снимая очков. Прошлое поколение солнцезащитных очков было представлено парой моделей – Alto и Rondo. Они были двух размеров – поменьше и побольше. Новый Tenor поставляется в одном универсальном довольно крупном размере. Лично мне они пришлись в самый раз. Сидят очень комфортно, не трут, не давят, да и выглядят круто. Помимо Tenor из новинок модельном ряду есть женские сопрано и модель Tempo для активного занятия спортом. Что касается Tenor, они получили защиту от влаги по стандарту IPX2, то есть летом жару с наушниками ничего не случится. Очки поставляются в узнаваемой картонной коробке, в которой вы найдете защитный кейс, очки, кабель для подзарядки и салфетку для ухода за очками. Кстати, здесь нестандартный проприентарный магнитный кабель для подзарядки. Что делать, если вдруг вы его потеряете, я не знаю. Отдельно отмечу кейс для хранения и транспортировки из прочного пластика с кожаным покрытием. На деле он и в самом деле прочный, если кинуть его в сумку с другими вещами, с очками ничего не случится. Bow Tenor предусмотрено сенсорное управление и одна универсальная кнопка на дужке. Одно нажатие на кнопку, прием-сброс входящего звонка, старт или пауза проигрывания трека. Два нажатия, переход к следующему треку. Три нажатия, предыдущая песня. Нажатие и удержание, включение-выключение питания. При снятии очков автоматически включается пауза. Сенсорная панель расположена на правой дужке. Все по классике. Вперед-назад, громче-тише. Двойное нажатие, вызов голосового ассистента. В управлении нет ничего сложного, я привык буквально за 10 минут. Дополнительные гибкие настройки доступны в приложении Bowls Music. Сюда же прилетает обновление для самих наушников. В настройках можно активировать автоматическое выключение через 10 минут без действия. Это очень экономит заряд батареи. Также доступно выключение очков, если перевернуть их на 2 секунды. Выключились. Включить или выключить голосовые подсказки. Выбрать язык подсказок. Доступен ряд советов по использованию Bowls Tenor. Например, как пользоваться кнопками или как правильно снять линзы. Вы можете придумать или выбрать имя для своих музыкальных очков. Самый частый вопрос, который я слышал от окружающих, как на самом деле все это работает. Динамики находятся на обратной стороне дужек, чуть ближе к ушам. Таким образом звук попадает в уши, при этом создается эффект наушников открытого типа. То есть вы немного слышите и окружающие звуки. Если вокруг очень шумно, то некоторые нюансы музыки могут теряться. Если вы басхед и жить не можете без плотных басов, то это не ваш вариант. Мне звук понравился. Разборчивые средние и высокие частоты слегка приправлены чем-то похожим на низкие частоты. Присутствует объемность, заметна детализация. Тенор стали звучать заметно лучше и громче предыдущих моделей. Есть приятный бонус. Можно продолжать с кем-то разговаривать, при этом слушать музыку. Если слушать на максимальной громкости, то рядом стоящий человек услышит, что из очков исходит какой-то звук. На средней громкости прослушивания такого не будет. Сейчас музыка звучит на громкости 50%. И вот на всю громкость. Еще раз 50%. И на полную громкость. Есть еще один приятный плюс. Здесь достойная гарнитура. Судя по моим тестам, собеседники меня слышат четко, даже не подозревая, что я разговариваю через музыкальные очки. Я при этом слышу собеседника идеально. Bose Frame Stenor работают как наушники Bluetooth, поэтому они соединяются с вашим телефоном и получают доступ ко всем установленным у вас музыкальным приложениям. А также возможность принимать звонки и получать доступ к выбору голосового помощника. Siri, Google Assistant и Amazon Alexa. Очки имеют встроенную перезаряжаемую батарею, которая обеспечивает до 5,5 часов воспроизведения без подзарядки. Между прочим, вам нужно будет использовать приложение Bose Music для начальной настройки. Подводя итоги, скажу. Для меня это очень интересный девайс. Смесь качественных наушников и прикольных солнцезащитных очков. Наряду с наушниками Bose, обзоры на которые я уже делал, Bose Frame Stenor заслуживает внимания. Во-первых, для меня это незаменимый стильный аксессуар. Во-вторых, это наушники. Вещь, без которой я просто не представляю, как можно выйти из дома. Что касается цены, ссылка в описании. Смотрите и пишите в комментариях свое мнение, много это или мало. Послушать и купить музыкальные очки Bose вы можете в наших салонах персонального аудио SoundMac в Киеве, Днепре и Одессе. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok